Слышишь, пришла мороз на улицу, идет на сделку, участок продавать. Мне звонит, говорит, я говорю, Тома, ты носки одела. А она говорит, Ольчик, ты ничего не понимаешь, я еще и в туфлях. Они пришли, она пришла туда к нотариусу, они на нее как на летающую тарелку, как на НЛО. Слышишь, прилетело, мороз на улице, это сама. Она говорит, ты ничего не понимаешь. Я говорю, сегодня первый раз и делала. Можно по Дерибасовской, пускай она посмотрит. Да, мы уже были на Дерибасовской. Нет, мы только зашли на нее. Когда мы работали на заводе, тут было чайное. А тут был туалет, между прочим, а теперь ресторан. Да, а там получается, нет, тут было чайное, маленький кусочек. Тут всегда сидели и бухали, завода шли наши люди. Ну да. А потом получается, здесь вот это, ее действительно Клара бухает. Она в прошлом году продала, сможем разошвать. Продала, ладно, я бы. В ресторанах. Понятно. Получается, вот этот вот франзоль. Действительно был туалет, но на правду здесь когда-то были воды до революции. Это все здесь были воды и знать выходило в этот горсат, и они пили воду. Ну, эту минеральную воду. И они вот это восстановили, вот это вот кафе. И сделали его, ну, как было до революции, вот этот франзоль. Одесский кафе. Да. Аратонда, это итальянское слово. А кто же Одессу построил? А, да. В Одессу приехало, когда строили Одессу, приехало 300 масонов. Нигде, нигде более в мире ни в какой город не высаживалось столько масонов. Дерибас, все вот эта улица, что выложена, Дерибасовская камнем, все из Италии привезено. В Одессе когда-то был государственный язык итальянский. В Одессе был такой художник, жил итальянский, Басолин. И сейчас в музее, вот, на Тосово-Литературном, хранятся его гравюры, 20 гравюр Басоли. Вот там все виды Одессы, ну, вот его времени до революции, когда он здесь был и писал. А это, получается, этот дом, это была гостиница московская. Сейчас просто наш один меценат одесский, Тарпан. Он это все выкупил и сделал, тоже будет гостиница, это такой, это, архитектор Галланди. Он в Испании построил дом, он закончил только два дома. В Архитерах и в Испании, испанский архитектор. Он его полностью восстановил, с всякими фемерными скульптурами. Вот, мне вот этот лев нравится. Да, ну, это, ну, вот, я смотрю, да, один и второй. А это тоже, это нашего такого, есть такой, тоже, одесский меценат, и, ну, богатый человек, почти тренд. Вот это его ресторан, новый рынок тоже. На ту сторону был ресторан. А потом уже все это расстелили и так, вот, и пристроили. А здесь вот было, когда-то это был кинотеатр, вот, где столовая буфета написана, был когда-то кинотеатр. Здесь вот, ну, даже памятник пересделали уже. Ну, так по-наю. Ну, так по-наю. Девочки, смотрите, там впереди лошади, пони. Трамвайчик экскурсный ходит, да? Нет, ну, это не трамвайчик, это такой, как такси. А, понятно. Да, они вот в достопримечательности. А вот это круглое здание, Тамара, что это такое? Да, вот это Афины. Значит, там, получается, значит, там оно и было круглым, но они вот стали ремонтировать, и оно, ну, как бы, не было эффекта. Поэтому все завалили, и греки, строители, что отстроили вот это здание. Это как торговый центр. Понятно. Афины так и называются. Они летели домой в отпуске, весь самолет погиб. Со всеми этими строителями. Сойти. Там даже памяти их внутри. Там красиво внутри. Это все шесть этажей, там магазины. Там внизу продуктовые, магазины, ресторанчики такие маленькие внизу. А в основном все это бутики. Все шесть этажей, бутики. Там лев ходят, и... Здесь каждый день праздник. Ночью едешь в этом, до Екатерининской. Там пробка. Потому что все сюда едут. Там рестораны по Лошаруновской. Все забито. А можно поближе к лошадям подойти? Конечно. Здесь это знаменитый ресторан. Такой у нас здесь лошаратор. Собили лично. Вот это бутики. Вот это бутики. Это бутики ресторана. Вот этих визру показывают сейчас. Вот это греческая площадь. Вот так она выходит. Это я как-то иду с внуком. А идет женщина. Оттуда идем? Она говорит, вы не знаете, как пройти на Дерибасовск. Я говорю, как вы же на Перегнотах. Она говорит, вы знаете, я так давно не была. Все так переделать, что я не знаю, куда идти мне. А где наши девчонки? На хуй, вот, возле коровы. Ой, а я корову не увидела. А ее постоянно перекрашиваю. Наши очки привезли для зрения. Проверяйте очки. И на меня вот так наводи. И на меня вот так, я не знаю. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Все идут. Кофе. Мы ж в Одессе. Он когда приехал, это архитектор, он видел, что построили этот оперный театр, он из один из лучших театров в Европе. Он встал на колени. Он как много народа, это мне нравится. Розовый павел. Оглажка. У нас есть розовый павел. На самом деле в нем. Спасибо. Спасибо. Оглажка, с плечами. Это тоже розовое, красивое здание. Да, на углу стильник. Это очень чистая еда. Вот это вот, да? Он хранился. Все остальное время хранился в подпаде музея. Потом вот этот месканат Карпан был восстановлен. Вот мы теперь уже идем. Елена? Да. Елена стоит вот так, показывает на море. И говорит, быть сему граду. Граду сему. Это ее слова. И вот она показывает нам после. Быть граду сему. Люблядная женщина. Да, это мы знаем. История эта рассказывает. И это Екатерининская, да? Да, это считается Екатерининская площадь. А вот та Екатерининская. Музыканты перекусывают. Готель Одесса? Да. Красивейший. Он прямо в море. В море, да? Да. Музыканты. Получается там. Той там ниже. Той от Святого Николая Церкви. Это мы, значит, идем к мор вокзалу, да? Нет. Мор вокзал это надо вниз спустить. Не спустить. Мы сейчас идем в Потемкинске. Вот памятнику Дюку де Рашилье. Вижу. Музыканты. 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 Ну, очень, очень чистое красивое здание. Видимо, недавно их ремонтировали. Музыканты. Да. Они хотят в ЮНЕСКО занести. Это в центр детства. Здесь здание построено. Музыканты. Там еще от Екатерины выйдет в ту сторону. А это что у нас за олень такой? Да. Это на остатке Нового года. Прибежал с севера, остался тут жить. Одесский старинный дворик. А у нас таких двориков полно. Вот вся Генуя в таких двориках. Да, все на итальянский манер. Да, ведь не итальянскую жизнь будут, да? Пожалуйста. Вот такая ручка в виде трубы. Креативненько-то. А это магазин игрушек, да? Без девушек всяких. А нет, тут и картины всякая. А это что такое? Шельф по три. Да. Три. 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 Тр backlashаха. Д Три. укрепляли, так она вся построена из ракушника, и он не ходил, активно отпустились, наверное да, потому что там внутри люди. Да, есть внутри люди. Вот тут был суд, Котовский отсюда бежал, когда судили Котовского, смертный указ ему, он выпрыгнул из окна прямо из суда, и сбежал. Котовский. Вот такая вот история. Дворец графа Воронцова. А где тёщи мост? Вошли. Давайте глянем на... Да. Еще раз. Да, всё были его делами. Графа Воронцова. Вот сейчас мы попадем к его дворцам. И вот эта лестница, всё здесь было 200 ступенек, к воде шли. 240. Ну зачем? Да, да, потом вот это... Нет, я не могу так сказать. И там была, вот где морской вокзал написано, была церковь Святого Николая. Но потом её как бы снесли, сделали этот морвокзал, церковь уже, ну в это время, когда Украина стала там, вот за этим вот готелем сделали церковь. Смотрим на Потёмственскую лестницу. Ходит, да? Да, вон. Ага, пошёл вагончик-то. Много людей, что там снимать, как бы. Хорошо по утрам заниматься. Сбегал вверх-вниз и всё. Находимся на земле. Графа Воронцова. Да. А теперь вот потёмки в столицу. Это Приморский бульвар. Вот эти тоже здания. Это когда-то только с полком был. Сейчас уже, кстати, тоже продается 2,5 миллиона. Да? Пожалуйста, около есть 2,5 миллиона, можете покупать. Надо, сейчас это всё на реставрацию. Так они под этой колоннадой сейчас раскопали огромные, огромные помещения. Гроты всякие, всякие коридоры там. Нашли тоже всяких вещей интересных, старинных. Это всё, вот они, что находят, пишут в грязи. Тут всё-таки как-то хранится в свободной стороне. Очень даже прилично одеты люди в Одессе. Да, очень прилично. У нас как-то попроще одеваются. А тут при такой погоде... Да, да. Молодёжь, детки, всё так... Да, красиво. Колясочки, да. Тут всё очень изящное, красивое. Получается, церковь в 37-м году эту завалили, собор. А потом восстановили, вот, я не знаю, 10 лет назад. Полностью фундамент остался, они на этом же фундаменте в точности всё восстановили. И как бы перезахоронение сделали этого графа Воронцова, его супруги. Давай вот этот край. Девочки, где Николя? Побежали, Коля. Девочки, девочки! Были они одинокие, детей у них не было. Он очень много сделал для вот этого. Когда-то это называлось Новороссийский край. Поломала вот это. Вот тут был генерал-губернатор. Новороссийского... Молитки поделила. Лавацца-кафе. Интересно, Лаваццу продают или это так? Лавацца-это хорошая марка итальянского кофе. Вот. Ну, может продаваться Лавацца, может продаваться Одесская Лавацца. Кофемашинка, кстати, итальянская. Можно попробовать выпить чашечку кофе. Ты хочешь? Не-не-не. Не пьёшь кофе? Здесь установлен памятный знак в честь поселения греков на этой территории. Это памятный знак, который здесь на территории... Здесь были древние поселения греков, 34-й век до нашей эры. И вот они в честь этого установили памятный парк, этот знак, и будут здесь... Вот, все это снимает. Да, и тут они будут этот парк делать уже в этом стиле. Да, слушай, ну, красотанки парк. Сейчас секунда, залетит и всё. Вот, вот это всё привезено из Италии. Вот, уходим. Да, у нас точно такая же. Это ж надо было... А чем они везли эти камни? Пароходами. Пароходами. Балдеть. Интересно, пароходы не тонули от такой тяжести? Всё, с тех пор оно установлено. Вот, вот, столеты уже. Воронцовский дворец. Он, конечно, на реставрации. На реставрации все гроты. Да, вот тоже два льва здесь. Два льва. Холодец тоже с тех пор. Сейчас он везет. Всё похоже, как в Италии, да? Очень, 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 очень. А это уголок с Крябиной сделали, который погиб. Певец. Украинский, львовский певец. А я помню его. Да, да. Вот это его уголок. Сюда приходят, по гитару поют его песни. Колоннада относится к дворцу и находится на реставрации. В дворце вот такой конкурс. И здесь вот вниз всех, посмотрите, как идет, это всё там находится в гроте. Подземные гроты, которые мы проходим. И когда-то был выход к морю. Это море же осушили немножко, вода к его улице. Это всё было море. А, это всё было море. То есть они выходили с этих подземных гротов прямо у него. Вот, вы видите, как у нас есть такая короковая дуна. А вот это наша работа с тобой. Вот она, наша работа, видишь? Ага. А моя непосредственно на судах. И на судах, и на самолётах. В любой отрасли народного хозяйства работаем. А это Тёщин мост. Тёщин мост. Он называется так, потому что у нас был первый секретарь горсовета Синица. А здесь в новых домах жила его тёща. Чтоб ему близко было ходить, он построил мост. Молодец. Хороший взять. Через бульвар и туда. И чтоб тёщи ходить на блины. Чтоб до тёщи на блины, конечно. А молодожёны там вешают замки на том. А ключи кидает вниз. Уже не кидает. Сходим с тёщиного моста. Идём. Здесь сделали такое сердечко, где молодожёны вешают свои замочки на счастье. Раньше это всё висело на тёщином мосту, но потом их сняли. И что у нас? Вот это за шахский дворец. Ого, тут замков навешано. Вот это за пару лет только замков навешали. Вот оно, закохано сердце. Ну, мы свои сердца сюда вешать не будем. Это точно. А какой шах жил в дворце? Не понятно. Не помню какой. Я шёл либо со всеми анкипажами. А этот, считается, как уголок старой одессы. Вот этот мостик. Вот этот вот протундочка. Какая-то школьфура. Смотри, каждая стоит точечка. Продают горячий чай, кофе. Вот это мне нравится. Если ты замёрз, ты быстренько раз-раз и согрелся горячим напитком. Молодцы. Сами стоят, мёрзнут, а? Да. Напитки продают. А то что, колодец какой-то? Да. А что за колодец? Ну, это вот, это считается, ну, не знаю, это можно почитать. Сейчас уголок старой одессы. Уголок старой одессы. Да. А, то беседка. Я думала, а то колодец. Мне так показалось. То беседка просто. Колодец тоже есть, только на низу. Понятно. Но мы вниз не будем спускаться. Смотри, как скользко. Да, есть там колодец. Вот такие, как мы во дворе видели, там. Тоже таких много во дворах и колодцах. Вот мне напоминает мой город Гену. И вот ты хоть тресни. Вот я смотрю. Это вообще. Итальянские стелки свои так прорываются. Особенно вид на море, порт. Точно всё такое же. Одинаковое. Один к одному. Даже кафе ловаться и ту итальянская. Да? Улыбка. Мотор. Камера пошла. Хоп! Мы из Одессы. Здрасте! Красивая Одесса. Мама. А сейчас мы идём в Йоперный театр. Дюк-де-Рашелье. Дюк-де-Рашелье. Основатель нашего города. Женили его на улице некрасиво. Да, некрасиво женили его в Франции. Он тоже после свадьбы. Ну так история была. Он был в Одессе. И вот все... В Одессе он первая все... Он из Италии, кстати. Все вот эти деревья, все. Дюк-де-Рашелье все. Дюк-де-Рашелье все. Да. 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 Дюк-де-Рашелье. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Расскажи мне, Вишня, от всего любого вида. Спасибо, дорогой. Я сегодня... Теперь уже я с поцелуем. Теперь я уже буду засыпать с поцелуем. Лёша, теперь придётся тебе целовать четверых женщин. Да, четверых целую, Алёша. А то не усиливаем. Мы ждали, ждали. Алёша, я там тебе передала Шанель номерку. Ты понял, да? Лёша, горячий. Там ещё статуи Аккороны. Да, горячий. Ну, всё, Алёшенька, пока. Мы тут все в экскурсии. Вот там, где уже идёт фонтан. Там, вот за этими, между двумя этими ёлками красиво. Ну, это тоже итальянское вот такое. Вот типа, как в Италии вот такие мраморные. А вон ту археологический музей. Да. С расшопками. Это был нефонитка. Лиля. Она заболевала. Она вообще австрийский. Встал на колени, да? Да. Когда увидел, он устроен. Я когда-то в детстве была возле этого театра. И с тех пор всегда мечтала попасть в Одессу. И, наконец-то, в 54 года моя мечта осуществилась. Здесь у меня красивая, эта театральная площадь называется. Здесь очень красивая фонтан. А ещё моя большая мечта попасть вовнутрь. Ну, я думаю, тут, во-первых, есть экскурсия. А, есть экскурсия? Нет, я именно хотела... Да, да. Ну, вообще, вот можно и экскурсию расскажет всё, конечно. И... Сходить в сам театр. Конечно, никакой театральной одежды не привезла. В джинсах могут и не пустить. Здесь такой красивый фонтан и свет. Здесь тоже фонтанчик. Вот, видишь, детки заглядывают на жаб. Ага. Когда ты ближе. Ближе. Жаботинский, на тебя дети смотрят. Очень красивый фонтанчик. Очень красивый фонтанчик. Очень красивый фонтанчик. Первый, знаешь, разноцветный. Потом тебе покажу фотографии. Чуть стабильный, да? Получается, то жёлтым, то красным, то зелёным, то фиолетов. Знаешь, это меняется. У меня сантеатр. Какая красота. У меня скоро отвалится плечо, держать камеру. Он занимает первое место в мире. А вот такие вот карликовые деревья. Деревья, я вижу, как они интересно обрезаны. Там дорожка. Я сейчас не знаю, сейчас не обтеливили. Можно чуть-чуть? О, Боже, дитёв, снег мокрый упал. Мы с Тамарой ходим парой. Ты у меня увела экскурсовода, Оленька. А это готель Моста. Так. С продом за 11,5 миллионов долларов. Всё понятно. Недавно. Олечка, свежий одесский анекдот, пожалуйста. Оль, пока мы русские ругались, евреи всё разобрали. Вот там и весь сказ. Моня говорит, Сеня, Сеня, ты знаешь, когда тебя нет, тебя все обсуждают, ругают всё. Ты передай, пусть они меня даже бьют, когда меня нет. И сделал завещание похоронить его и все деньги в гроб положить. Приходит там какой-то Сеня Кравин и говорит, слушай, мы ему пихаем, пихаем в гроб, его все деньги помещают. Он говорит, так вы пишите ему чек. Сеня Кравин, ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь. Сеня Кравин, ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь. Воскресенье, суббота, одиннадцатый, воскресенье, неделя. Вот один музык. Русалочка. Ну это балет. Да. Получается. А я хочу именно оперу. Лебединая. Вот они по воскресенью дают то же самое. Да, дают, повторяются. Сейчас мы узнаем в конце, что и почем, почем билеты и все прочее. Меня Ахаля спрашивает, чем мы будем домой добираться. Так я вот решила, что мы поедем на белой корейке. Полечка, как тебе эта упряжка? Нормально? У меня надо в прокат брать. А у тебя надо на прокат брать? Да, почему? Тебе деньги платить? Конечно. А ты нас куда посадишь? За первое или на второе сиденье? Красивая карета. Карета для Золушки подана. И сундук с сокровищем. Аллея ледяных деревьев. Это ты так о томе. Вот, трамвай идет, а мы снимаем. Подождите, тут съемка идет. А вы сигналите. И все-то вы, девочки, знаете, сколько стоят номера от машины. Если мы знаем, сколько стоят номера от машины, угадайте, сколько стоит одно колесо. 8 марта. Такси бежит весело. Плюнем три раза, чтобы не сглазить. Вау, как на автобаме, глядь. Ух ты, взлетная полоса. Вот так ездят одесские таксисты. Хорошо ездят одесские таксисты, глядь. У них всегда есть третий ряд, даже если его нет. С половинкой, да? С половинкой. Мы умудряемся ехать по половинке, стоять. Да ездят, дядя, а что ж ты заснул за рулем? Да не видишь, что тут такси ездит по городу? Главное, чтобы это ГАИ было не за нами. Это скорая. А, это скорая. Хорошо. Это не нам. Дядя, беги быстрее. Такси едет. Так, брусчатка. Стрежок. О, летаем. И погнали. Так, ну почти на оранжевый. Я тоже всегда на оранжевый проезжаю. Это нормально. У меня есть четвертый сигнал светофора. Называется оранжевый. Это между желтым и красным. А вы говорили пробки в Одессе. Где? Покажите мне хоть одну. Ну и есть красный свет светофора. Ну ладно, тут уже остановимся. Не поспорим, да? Спорить не будем. Мы же в Одессе. Ну как тебе, Алла? С ветерком. Видишь, какой водитель. Классный попался. То взлет, то посадка. Погнали, ребята. Вай, камера выпадет с рук. Фиг с ней, с камерой. Резину жалко. Красный свет. Да, я на такси так не езжу. Потому как эта камера включена. Это действует на водителя. Бывает она, да. Бывает, там все нормально. Мы же в Одессе, ребята. Отключаемся. Благодаря. Общак.